Привет! Я рада всех видеть у себя на канале. Сегодня хочу показать свои уходовые средства, свой уход на июнь и начало июля. Хочу начать с шампуни для волос от компании Fruities. Я себе, конечно же, взяла новиночки. Это Superfood Papaya шампунь и бальзамополаскиватель в объеме 350 мл для поврежденных волос. Они обладают потрясающим вкусным ароматом. Это просто шикарная летняя новиночка у меня будет. Я уже этими продуктами попользовалась хорошо. Шампунь прекрасно пенится, обладает приятным ароматом. Бальзамополаскиватель такой молочный, немного жидковатый, но неплохо волосы кондиционируют. Буду дальше пользоваться. Также я беру себе парочку от Glisskur из линейки Biotech Regeneration. Это шампунь, стимулирование корней и обновление волос. И точно такая же обогащенная спа-маска для поврежденных волос. Маска отличная, очень густая, с ней хорошо работать. Волосы замечательно напитывает. Очень-очень классная маска. И также у меня в этой серии есть экспресс-кондиционер. Мой любимый, двухфазный, тоже от Glisskur для ослабленных поврежденных волос. Я уже вот так его использовала. Классный. Волосы помогают облегчать расчесывание, обладают приятным ароматом. Волосы не грязнят. В общем, по всем параметрам мне нравится. Еще себе взяла в этом месяце буду использовать масло от компании Husk в объеме 18 мл. Мне этого объема хватит очень-очень надолго. В прошлых пустых баночках я вам показывала с кокосом. Вот теперь я себе купила с Макадамией. Буду использовать это масло. Обладает приятным ароматом. Оно очень хорошо влияет на мои волосы. Я наношу на кончики, наношу на длину. Добавляю вот в такие маски несколько капелек. Также еще я планирую использовать свою любимую маску от корейской компании Egg Planet. Это кератиновая маска для волос в объеме 200 мл. Экстремальная защита. Уникальная формула. Очень глубоко в волосы проникает. Напитывает их. Восстанавливает. Обладает прекрасным ароматом. Очень хорошо напитывает. Волосы рассыпчатые. Волосы мгновенно увлажненные. Выглядит намного-намного лучше. Это уже моя такая не первая баночка. Я вам не буду показывать свои гели для душа. Потому что не вижу в этом смысла. Я пользуюсь абсолютно разными. У меня их очень много. И о них вы уже узнаете в пустых баночках. А здесь я хочу показать свой любимый продукт. Мне сейчас он очень понравился. Это компания Farmona. Линейка Tutti Fruity. Это у нас масло для ванны и душа. Личи и рамбутант. В объеме огромном 500 мл. Здесь не было помпы-дозатора. Здесь была обычная крышечка. Я сюда сама добавила помпу-дозатор. Средство очень густое. Имеет в своем составе такие перламутровые частички. Как блестки. Я использую это средство не как гель для душа. Либо масло для душа. А именно как пену для ванны. Она очень густое. Такое вязкое. Шикарно пенится. Просто совсем немножко нужно. Чтобы вы благоухали. Наслаждались принятием ванны. Для тела. Раз уж мы перешли к телу. Я вам покажу Fresh Juice. Пилинг для тела с экстрактом сахарного тростника. Я ему уже начала пользоваться. Для компании Эльфа. 200 мл. Маракуйя и коричневый тростниковый сахар. Очень приятный здесь аромат. Сам продукт у нас гелевый. И вот в эту гелевую массу подмешано огромное количество этих скрабирующих частичек. Они очень мягкие. Они абсолютно не травмируют кожу. Подходят как для верхней части тела. Более деликатный. Также могу посоветовать его девочкам, кто любит деликатные пилинги. Не жесткие. Из скрабов я себе хочу еще один добавить. Это черная смородина и лаванда. Такая упаковочка немножко как состаренная. Очень красивый скраб. 200 мл. У него очень натуральные экстракты. Входит черная смородина, масло кокоса, миндальное, масло авокадо. Вот такая информация. 250 рублей он стоил. Он мне очень нравится. Я ему еще ни разу не пользовалась. Посмотрите какой он красивый. Он такой вот прям кажется плотный, но на самом деле надавливаешь. У него такая маслянистая текстура. Какие-то натуральные. Ой, девочки. Такий аромат у него потрясающий черной смородины. Ой, все. Я уже хочу в ванну. Все. У нас захочу его уже попробовать. Вот этих вот ягодок, черной смородины, листочков. Просто потрясающий аромат. Шикарный. Как средство для бритья буду использовать DAF. Мусс для душа с маслом кокоса. Мгновенное питание. 24 часа нежности для душа и бритья. Это очень экономичное средство. Пользуюсь я им уже не первый месяц. Дает очень густую, упругую пену. Потрясающий аромат. С этой пеной можно замечательно помыться. Можно побриться. Она не спадает, не оседает. Очень экономично. Поэтому я думаю, этого средства мне еще месяца на два хватит. Это точно. Что касается категории молочко и крема для тела. Я буду использовать компанию Грэнштонс. Это манго и папайя. Балансирующий лосьон для тела. В огромном объеме 400 мл. Очень такая красивая, позитивная упаковочка. Что нам здесь пишет производитель? Этот лосьон на основе экзотической смеси фруктов манго и папайя освежает кожу, делает ее мягкой и помогает восстановить водный баланс. Действительно, средство такое водянистое. Немного жидковатое, но очень быстро, хорошо впитывается. Кожу прекрасно увлажняет. Удобно, что есть помпа-дозатор. Когда вы спешите, с утра быстро приняли душ, нанесли я, делаю два нажатия этого средства и моя кожа увлажненная. Средство быстро впиталось и я дальше побежала по своим делам. Также я использую, наверное, 3-4 раза в неделю вот этот массажный антицеллюлитный дренажный крем от компании Флорисан. Линейка фитнес-боди с экстрактом ананаса, кофеина и эфирным маслом апельсина. Здесь 200 мл. Этот крем просто потрясающий. Он белый, он плотный. Вы наносите его на свои проблемные участки и очень хорошо массируете. Массируете до полного впитывания крема. Он не жжет, не охлаждает, никаким разогревающим эффектом не обладает. Просто такой хороший подтягивающий крем для тела. Для интимной гигиены по-прежнему пользуюсь Лактоцит Сенситив. Экстремягкое средство, бережно очищает, без задушек, для чувствительной кожи. Очень нежное, деликатное. Здесь у нас 200 мл помпа-дозаторы есть, поэтому средство мне очень нравится. С удовольствием им продолжаю пользоваться. Для ножек я буду использовать компанию Биленда Хэппи Энд. Крем в огромном объемчике, 125 мл для ступней и пяток с мочевиной. Это уникальный крем, он подходит для ежедневного применения. Очень хорошо смягчает и восстанавливает кожу. Если у вас нет трещин, если у вас нет серьезных проблем, то как ежедневный крем, он будет замечательный. Вот такая белая у него консистенция. Очень даже неплохой крем, могу посоветовать. Для рук я буду использовать компанию Эвелин. I love vegan food. Глубоко питательный крем для рук манго и шалфей. В объемчике 50 мл. Он вот такой кремовый, густой, быстро впитывается. Очень хорошо увлажняет кожу. Немножко ее напитывает и обладает приятным ароматом. Скраб для рук у меня будет от Etude Organics. Это масло скраб для рук и ног. Ароматный капучино. Я использую его только как скраб для рук. Здесь объем 50 мл. Он, я не скажу, что сильно жесткий, но чувствительный. Чувствительный и больше, если честно, девочки, я этим продуктом пользуюсь как для поднятия настроения. Потому что он обладает прекрасным ароматом кофейным. Действительно, капучино я очень люблю. И когда пользуюсь, мне сразу хочется кофе. В категории дезодоранты для тела я себе взяла новинку от компании FAF. Fresh and Free. Это у меня аромат лайма и кокоса. Антибактериальный эффект. Дезодорант. Очень красивый. Летний. 150 мл. Без солей алюминия. У него аромат, я не скажу, что ярко выраженный кокоса или лайма. Больше все-таки такой немного зеленоватый лайм. Вот что-то такое зеленое. Но аромат не очень навязчивый. И мне нравится, как он работает. Уже пару раз им воспользовалась. Хороший такой, приятный. Для полости рта я буду использовать Calgate Plugs. Освежающая мята. Я люблю Calgate. Смотрите, как хорошо он у меня уже ушел. Здесь объем 250 мл. Он не сжет, не сушит ротовую полость. Он очень хорошо освежает, защищает. Особенно я люблю использовать на ночь, после чистки зубов. Еще прохожусь ополаскивателем. Также в течение дня, если есть такая возможность, то обязательно пользуюсь. Зубные пасты у меня будут в двух вариациях. Вот эта зубная паста у меня ночная. Это Сенсадин. Снижает чувствительность зубов. Она со втором. Поддерживает здоровье диосин. Защищает от кариеса. Я ее использую как лечебную профилактическую для снижения чувствительности зубов в объеме 75 мл. Использую ее периодически. Не на постоянной основе, но, так знаете, курсами. А для утреннего использования я себе взяла корейскую зубную пасту от компании Леон. Система Total Care. В объемчике 120 грамм. Она гелевая. Она зеленая. Очень плотная. Очень хорошо пенится. Очищает зубы. Освежает дыхание. Защищает от образования зубного налета. Камня. Просто отличная паста. Мне нравится ее мятный вкус. Ее действия. Ее качество отличное. Давайте теперь, друзья мои, перейдем к уходу за лицом. Покажу я вам мицеллярную воду от Гарниер. Чистая кожа. Здесь 400 мл. Подходит для чувствительной комбинированной жирной кожи. Все, как у меня. Нравится эта мицеллярная вода. Она хорошо работает. Хорошо справляется с поставленной задачей. Никаких нареканий у меня к ней нет. После нее я использую средство для умывания. Более нежное, более щадящее. Это компания Himalaya. Свежий старт. Нежный персик. Гель для умывания. 100 мл. Я покупала его в фикс прайсе. Он действительно освежающий утренний гель для умывания. Он немножко кожу бодрит. Освежит. Гелевая такая текстура. С огромным количеством мягких, нежных, скрабирующих частичек. Которые абсолютно не нарушат вашу кожу. Не повредят ее. Но в то же время мягко очень очистят. Нравится мне это средство. Хорошее. Рада, что купила его по хорошей, такой замечательной, выгодной цене в фикс прайсе. Для вечернего умывания у меня есть пенка от корейского производителя Shine 3. Это пенка с авокадо. В объеме 80 мл. Этих 80 мл мне хватит очень-очень надолго. Потому что она экономичная. Я уже несколько раз пользовалась ей. Она обычная в виде обычного белого, плотного, густого крема. Но буквально небольшого количества. Я его распределяю на специальную сеточку для взбивания пенки. И получается такая огромная-огромная пена. Этой пенкой я умываюсь. Очень хорошо очищает кожу. Просто до скрипа смывает макияж. Точнее до очищает кожу. Мне это средство очень нравится. Вообще люблю корейские уходовые продукты. Дальше у меня идет тоник для лица. Я себе взяла Secret Kate. Это тоже корейская марка. Это очищающий, освежающий тоник на основе масла чайного дерева. Он в своем составе имеет спирт. Он не подходит абсолютно для обезвоженной, чувствительной, сухой кожи. Объемчик 248 мл. Он подходит для комбинированной кожи. Для кожи, у которой есть какие-то высыпания, какие-то прыщики. Я использую его очень аккуратно. Ни в коем случае не на все лицо. Использую, можно сказать, точечно. Если вижу, что какие-то черные точки у меня есть. Либо расширенные поры. Либо кожу нужно протереть в Т-зоне. Либо какой-то прыщик у меня начинает образовываться. То я вот этим тоником несколько раз провожу. И вы знаете, вот этот вот антимикробный эффект, антибактериальный, подсушивающий. Он сразу на лицо. Это средство такое. Вот оно не деликатное. С ним нужно быть очень аккуратным, чтобы не навредить и не сушить окончательно кожу. Потому что оно содержит, конечно, буквально на втором, на третьем месте спирт. Тоник, который мне очень нравится. Который я использую в повседневном своем применении. Видите, он у меня мокрый. Потому что он у меня стоит в холодильнике. В дверце холодильника. Весь такой мокренький. Это Натура Сиберика. Линейка Доктор Тайга. Гиалуроновый тоник. Спрей на таежные вечерницы. Увлажнение и свежесть. У него здесь 170 мл. Вот такая вот информация, кому интересно. Мне нравится, что он в виде спрея. Очень хорошо он распределяется. У него довольно мелкое распыление. Комфортное. Не бьет такой, знаете, струей в лицо. Он помогает моей коже проснуться, взбодриться. Он ее увлажняет. И такой хороший, доступный вариант. Единственное, обладает небольшим косметическим ароматом. Такой одушка есть косметическая. Но, в принципе, я к ней быстро привыкла. В пару с этим тоником я сейчас активно использую сыворотку. Тоже из этой же линейки Доктор Тайга. Коллагеновая биосыворотка для лица на черном папоротнике. Вот такая у нее красивая упаковочка. Объем 30 мл. Такой пластиковая упаковочка с пипеткой. Нравится, что здесь все дублируется на упаковочке. Она средней консистенции. Ближе такая к жиденькой. Очень хорошо наносится, распределяется. Сейчас вам немножко покажу. Такая она немного водянистая. Вот, смотрите. Быстро впитывается. Не липкая, не проблемная. Не конфликтует с дальнейшими средствами. Хорошая. Могу посоветовать. Очень хорошая, неплохая сыворотка. Пока мне она всем нравится. Еще одна у меня сыворотка есть. Это Новосвит. Увлажняющий тонер. Нектар для лица. Королевское желе с прополисом. Мгновенное увлажнение и шелковистость кожи. Объемчик 100 мл. У меня, наверное, осталось где-то вот так. Уже я пользуюсь несколько месяцев. Месяца три пользуюсь точно. Почему так долго? Потому что у меня на самом деле очень много сывороток. Много разных средств. Хочется все попробовать. Эта сыворотка достойная. Она небольшую липкость оставляет. Но если с ней не переворщить, то все будет отлично. Отличный увлажняющий вариант. Особенно под крем. Просто здорово. Раз мы с вами заговорили про крем, то я вам покажу вот такой дневной крем. Шоколаде. Это гель-крем для лица. Пептид актив номер три. Он у меня тоже стоит в холодильнике. Тоже такой влажный. Это у меня антиэйдж восстановление против морщин. Такой антивозрастной крем. Симулирует синтез коллагена. Является безопасной альтернативой коллагеновой инъекции. Сокращает глубину морщин. Девочки, честно, ничего я этого не заметила. Просто обычный хороший базовый крем. Мне нравится, что он с помподозатором. Мне нравится его легкая такая водянистая текстура. Много его не нужно. Быстро впитывается. Под макияж является хорошим средством. Все. Никаких супер обещаний. Я от него не жду. Просто хороший стандартный крем, не конфликтующий с моей кожей. Крем, на который я возлагала большие надежды. Это компания АПЮ. Крем с мадокососидом. Вот так он выглядит. Я его покупала недавно, несколько недель назад. В объемчике 50 мл. Содержит экстракт синтелла азиатская. Мадокососид прекрасно увлажняет. Почему немножко я разочарована в нем? Потому что я планировала, когда покупала, планировала его использовать на дневное применение, как дневной крем. Как дневной крем, как базу под макияж. Но девочки нет. Моему типу кожи, комбинированному, склонному к жирности в Т-зоне, эта идея вообще не подошла. Он и для меня слишком плотноватый. Да, к сожалению, вот такой он. Кажется легкий, но на самом деле с таким немного, ну я бы не сказала, маслянистым. Но все-таки он очень плотный для меня. Он остается на лице в виде пленочки, в виде небольшого жирного блеска. Я пару раз пыталась его использовать, абсолютно нет. Может быть на зиму он бы мне и подошел. Но сейчас в жаркое, в теплое летнее время года вообще нет. Но я не расстроилась, девочки. Я его перевела как ночной крем, как свой ночной уход. Все-таки я понимаю, что мой любимый крем от Апью с гомомелисом ничего не заменит. И я буду обязательно покупать как дневной крем, как крем под макияж. Все-таки от компании Апью крем с гомомелисом. Обязательно его докуплю. Также я не могу не похвалить крем от Альфреда Фимос. Это крем с гиауроновой кислотой. Вот такой он красивый. Вот у него информация. Крем увлажняющий. Интенсивно увлажняет кожу. Препятствует быстрому спарению влаги. Он настолько комфортный. Он настолько, девочки, классный. Он очень быстро впитывается. Здесь у нас 100 мл. Я так хорошо на него подсела. Я уже, смотрите, почти всю банку одолела. Но мне здесь, конечно, хватит на еще месяца, полтора, на месяц. У него очень легкая такая ненавязчивая отдушка. Если бы вы знали, какой он крутой. Вот для моего типа кожи он вообще идеален под макияж. Я тоже иногда его использую для утреннего увлажнения. Когда мне не нужно тут же наносить макияж, когда у меня есть еще полчаса времени, чтобы этот крем уселся, напитал мою кожу, увлажнил. Он прям отлично. Я очень его люблю. С удовольствием им пользуюсь. Быстро покажу свои основные маски для лица, которые я делаю обычные. Это фитокосметик линейка Акне Контроль. Детокс маска для лица омолаживающая угольная. Здесь 45 мл. Видите, как хорошо я ее уже начала, хотя недавно покупала. Она немножко жидковатая по консистенции. Вот такая черная. Очень хорошо наносится, хорошо очищает кожу. Мне она очень-очень нравится. Давайте вот так ее поставлю. Потом, девочки, несмотря на лето, я не могу без какого-то пилинга для своего лица. Мне обязательно нужно очень хорошо кожу очищать. Помимо каких-то скрабов, помимо пенок, помимо всего прочего, мне нужен пилинг. Я себе оставила от компании Апью, папайя пилинг. Вообще, это маска пилинг для лица с папайей, 50 мл. Она очень мягкая. Она прекрасно кожу шлифует. Она прекрасно удаляет омертвевшие клетки. Конечно, после ее применения нужно наносить солнцезащитный крем. Это обязательно. Сейчас я вам быстренько покажу. Вот такая вот. Она очень мягкая, деликатная. Нужно наносить ее минут на 5-7. Массировать периодически. Потом мы ее смываем. Но кожа бархатистая. Кожа очень нежная. И я ее оставила в летний период, потому что она такая, знаете, не сильная, не жесткая. Также моя любимая ночная маска на данный момент. Это тоже компания Апью. Но вы видите, как я люблю Апью. Это маска для лица картофельная, ночная, в объеме 130 мл. Смотрите, вот такой вот у нее состав. Такие обещания. Как я ее использую? Пару раз в неделю я ее использую на ночную очищенную, увлажненную сывороткой кожу лица. Она просто что-то делает невообразимое с моей кожей. Очень, она мне так нравится. Вот такого она цвета. Она очень-очень быстро впитывается. Она ни липкости не оставляет, ни жирного блеска. Она так хорошо усаживается на моей коже. Я ложусь спать, на следующее утро просыпаюсь. У меня лицо бархатное, лицо увлажненное, лицо отдохнувшее. Как будто я, не знаю, где-то на каком-то курорте была, а не просто спала в своей постельке. Очень классная маска. Вот от души вам ее советую. Она стоит в районе 500-600 рублей, но за свой объем она отличная. Конечно же, мой уход не может обойтись без моих любимых гидрогелевых патчей. Вот эта коробочка у меня уже меньше половины. Это компания Asia Kiss. Как они называются правильно? Это гидрогелевые патчи для глаз с змеиным ядом. Такая информация. Эти патчи можно наносить на 20-40 минут, как заявляет производитель. Действительно, они очень хорошо насыщенные, они очень хорошо напитанные. Вот у нас есть ложечка. Но они не стекают, они никуда не деваются. Вот такие золотистые. Мне, наверное, осталось здесь раз еще на 10. Этого количества мне, конечно, не хватит на заявленные сроки. Поэтому у меня всегда есть девочки в запасе. Еще одна коробочка патчей от компании Petite Fee. Мне захотелось вот такие красивые летние с ромашкой. Что они нам обещают? Они у нас осветляющие. Против темных кругов с экстрактом ромашки. Тонизируют, увлажняют, снимают отеки. Вот такие вот они красивые. С удовольствием тоже буду ими пользоваться, когда закончится у меня от Азии Киз. Также я буду продолжать пользоваться бальзамом для губ от компании Isana Berry Love. Здесь объемчик 4,8 грамм. Очень красивое такое цветное исполнение. Единственное, что мне не нравится, он оставляет цвет на губах. На камере это не очень заметно. Но в реальной действительности он такой прям окрашивающий губы. Но мне это не принципиально, потому что я его использую только для домашнего применения. И дальше хочу вам быстренько показать патчи для глаз в индивидуальных таких упаковочках. Это мои любимые от компании Garnier. Увлажнение, свежий взгляд. Обалденные. Беру уже не первый раз. Держу тоже в холодильнике перед применением. Вообще отлично. Они большие, такие плотные. Классно пропитанные. Я их обожаю. И хочу попробовать новиночки от компании Seven Days. У меня Saturday и Friday. Да, это гидрогелевые патчи перед вечеринкой, перед свиданиями. Нравится, что они такие вот в индивидуальных упаковочках. Если я куда-то соберусь поехать, то обязательно возьму их. Также буду использовать от компании Color Dream полоски для носа. В пустых баночках прошлого месяца я вам показывала с пятачком. Вот у меня еще остался с носиком котенка. Тоже такие неплохие. Ну и последнее, что я вам покажу, это кусковое мыло. Я возьму кусочек Palmolive Naturel, витамин С и апельсин. Это новинка. Здесь большой объем 150 грамм. Мыло потрясающего цвета. Посмотрите, какой красивый такой кусочек большой. Аромат очень приятный. Буду с удовольствием пользоваться и наслаждаться его потрясающим ароматом. Вот такой у меня получается уход на первую половину лета. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Оставляйте свои комментарии. И, конечно же, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!